В ближайшее время в Алтайском крае ждут беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Ожидается, что наш регион примет 500 человек. На сегодняшний день у нас находится уже 9 человек, которые вынужденно покинули территорию республик и Украины и примыли в Россию. Среди них четверо несовершеннолетних и один пенсионер. Граждане прибыли самостоятельно и проживают в городах Барнауле, Бейске, Первомайском, Родинском и Товульских районах у близких родственников. В министерстве является уполномоченным органом. В соответствии с гражданами организована работа по формированию пакета для назначения выплаты в размере по 10 тысяч рублей, которое осуществляет перечисление Ростовская область. Четверо получили данную выплату, когда находились там в пункте временного размещения. На 5 граждан документы пакета сформированы. Соответственно, открыты счета в банках, выданы медицинский полис, НИЛС, для того, чтобы граждане могли получать соответствующие медицинские и услуги. В целом, как рассказала Наталья Оськина, министр социальной защиты, в регионе подготовились к приезду гораздо большего числа беженцев. Правительством страны для Алтайского края установлена квота 500 человек. На уровне края проведены все организационные мероприятия, сформирован перечень пунктов временного размещения. А в Вейске уже организовали сбор гуманитарной помощи. Желающих помочь среди горожан достаточно. Неоднократно звонки о местах сбора поступали и в нашу редакцию. Сегодня в нашем городе организован сбор гуманитарной помощи на базе Алтай-Патриот-Центра. Это дом юнармии, он находится по адресу Телеграфный 2. Организаторы принимают вещи, они должны быть новыми. Постельное белье, продукты питания с длительным сроком хранения, памперсы. В общем, все то, что необходимо на первое время. У людей, которые покинули свои дома, практически ничего нет. Все подробности можно узнать по телефону 8 962 820 90 57. Мы то, что помощь принимаем от наших горожан, которые откликаются на этот призыв, звонят и готовы оказать эту помощь. Будет вся помощь сформирована и отправлена в город Барнаул, в филиал детского российского фонда. Часть гуманитарной помощи, которая будет туда аккумулироваться, они будут раздавать по убеженцам, которые приедут в наш край уже в ближайшее время. Большая часть будет отправлена в другие регионы, где эта помощь больше нужна. То есть это по линии Росгвардии самолетами будет отправлено на те территории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин